Красавцы! За спиной 4810 метров. К этому моменту четверка альпинистов из Бобруйска упорно шла аж пять дней. Именно столько скалолазам потребовалось, чтобы взобраться на самую высокую точку Европы – гору Монблан. Для участников этой экспедиции покорение вершин не просто экстрим, а скорее образ жизни. Ведь к этой победе мужчины готовились целых два года. Была достаточно трудной с точки зрения физической подготовки, здоровья. Но тем не менее мы это сделали, мы взошли, чему я очень и очень рад. А вообще это восхождение, ну, наверное, каждое восхождение, оно дает какой-то стимул идти дальше, жить дальше и искать для себя новые вершины. Достичь высоту в первые дни похода туристам не позволяли погодные условия. И лишь на пятый день спустя 11 часов тяжелого пути уставшие, но довольные альпинисты водрузили флаг Бобруйска на вершину. Весь подъем от старта до финиша у них занял 19 часов. Боролись с высотой, боролись с нехваткой воды. Хотелось страшно пить. Воды нигде не было, хотя мы были в окружении воды в виде снега и льда. Но выжили, справились и вернулись, как вы видите, с живыми и здоровыми. Монблан или Белая гора – высочайшая альпийская вершина. Одна из самых популярных и смертоносных в мире. Ежегодно пик пытаются покорить до 30 тысяч человек. К Белоснежной шапке ведут 7 маршрутов. Бобруйчане повторили так называемый «папский путь». Именно по нему белорусские спортсмены поднимали огонь вторых европейских пик. Скалолазы шли с итальянской стороны. А этот маршрут гораздо сложнее, чем, например, с французской. На протяжении всего пути сплошной риск для жизни. Ледопады с огромными трещинами, крутые подъемы и снежные склоны. Это действительно альпинистский маршрут со всеми атрибутами, с веревкой, с зацепами, с риском. То есть у меня был как бы высотный опыт, но все равно восхождение всегда тяжелое. И горные походы, они хороши своим последствиям. То есть организм после таких прокачек чувствует себя гораздо лучше. История восхождения самого молодого участника экспедиции, 19-летнего Артения Семченко, началась два года назад с Эльбруса. Папа говорит, все благодаря отцу, который со студенческих времен ходил в горы. Парень отмечает, само поднятие на Монблан технически сложнее. Здесь нужно использовать огромное количество снаряжения. И самое страшное – идти по узкому гребню. Хорошо, что чувствуется поддержка папы, моральная и физическая. Они начинают появляться здесь как будто из ниоткуда. Поэтому, как мы поднялись на один гребень, за ним появляется второй. И так вот дальше третий, четвертый. И уже думаешь, где же вершина, но ее все нет и нет. Ты к ней идешь, идешь, и уже никаких сил нет, включаются волевые качества. Сейчас альпинисты приходят в форму после покорения вершины. Но уже в скором времени планируют подняться на вторую высшую точку Кавказа – гору Казбек. А потом и на Матерхорн Швейцарии. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова